приветствую всех на своем канале занятия для души вязания с натальей волковой отдельный привет хочу передать спонсором моего канала мне очень приятно что вы решили меня поддержать итак сегодня я вам хочу показать и рассказать как выполнить вот такой вот очень интересный и красивый узор спицами данный узор можно использовать как кайму в изделии то есть можно оформить края непосредственно изделия например того же самого красивого шарфика предположим вы или палантина решите связать то есть вот таким вот образом идет именно направление узора то есть вот так вот вяжется этот узор также можно например оформить с его помощью какой-нибудь женский свитерок или кофточку то есть сейчас на данный момент я выполняю новую свою работу и этот узор я как раз вот использую для оформления женского жакета мне этот узор он очень понравился он красиво смотрится узор необычный в то же самое время я хочу сказать что вы не найдете вот именно этот узор в интернете так как я его собрала можно сказать из нескольких видов узора я его перевязывала наверное раза три-четыре пока вот именно пришла к такому результату который меня полностью устроил который мне понравился работать я буду по вот этой схеме мне пришлось эту схему рисовать по той простой причине что как я уже сказала я этот узор выполняла из нескольких узоров поэтому мне пришлось и и нарисовать эту схему от руки но хоть я и постаралась максимально понятно нарисовать эту схему я сразу хочу сказать что я рекомендую посмотреть именно видео им к как вяжется данный узор потому что этот узор он вяжется как с лицевой так и с изнаночной стороны так как бывают узоры которых например изнаночный ряд он вяжется по рисунку то есть их такие узоры немножко полегче вязать но именно этот узор он вяжется и с лицевой с изнаночной стороны имеет тонкости определенные в выполнении данного узора нюансы я бы так сказала поэтому чтобы вам не пришлось перевязывать этот узор как это в частности делала я пока вот пришла к какому-то вот результату то все-таки я рекомендую вам просмотреть это видео мука чтобы понять каким образом он вяжется ну а я со своей стороны постараюсь максимально вам подробно объяснить каким образом его необходимо вязать итак начинаем и так я набрала на спицы 26 петель то есть напоминаю 24 петли это у меня будет раппорт узора при этом этот узор он у меня состоит как бы из двух частей даже я так сказала наверное из трех частей то есть по краям сейчас я вам покажу на провязанном уже участке по краям у меня будут эти декоративные дырочки потом вот у меня идет второй узор таким вот образом он выглядит также потом эту дырочки и по краю еще плюс идет оформление типа треугольничков вот таких вот то есть можно сказать что состоит из трех частей этот узор я вам покажу как провязывать необходимо один рапорт узора причем я буду показывать как провязывать необходимо и лицевой и изнаночный ряд схему опять же вы сможете при желании взять в конце видео и распечатать и по ней работать ну а я буду показывать именно наглядно как это необходимо делать итак я снимаю кромочную петлю провязываю 2 изнаночные петли следующие две петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли вот таким вот образом 2 изнаночные петли далее я делаю 1 накид 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 5 лицевых 5 лицевых 2 изнаночные 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево таким вот образом 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные 1 лицевая и в конце ряда я делаю при бабочку скрещенную петлю добавляю то есть вот таким вот образом кромочная изнаночная то есть вот это мы с вами провязали первый ряд узора то есть вот таким вот образом он выглядит на схеме и далее я буду вязать следующий второй ряд я снимаю первую кромочную петлю далее вот у меня идут 2 петельки которые я провязываю лицевыми 2 лицевые петли далее опять же 2 лицевые петли таким вот образом следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной так вот накид 2 изнаночной 2 лицевые петли далее вот центральная буду провязывать узор следующим образом я провязываю 4 лицевые петли 4 лицевые следующие 2 петли мне нужно провязать 2 вместе изнаночной но перед этим я как бы поворачиваю вот этих две петли меняю местами чтобы у меня вторая петелька она шла 1 вот таким вот образом это необходимо сделать для того чтобы красиво смотрелся узор и после этого я только провязываю их 2 вместе изнаночной эти петли 1 накид делаю 1 лицевая то есть вот накид предыдущего ряда я провязываю лицевые 2 лицевые петли 2 вместе провязываю изнаночной таким вот образом накид 2 изнаночных 2 лицевых кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом выглядит это я провязала 2 ряд узора и далее я буду вязать следующий третий ряд я снимаю кромочную петлю 2 изнаночных 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево таким вот образом накид 2 лицевые то есть вот у формируется у 10 как бы такая вот дорожка из дырочек 2 изнаночные петли 2 лицевые петли накид 1 делаю и далее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево но предварительно я кого поворачиваю таким вот образом петли для того чтобы красиво выглядел рисунок то есть вот так вот и провязывать ее вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые 2 изнаночные 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые 2 изнаночные вот у меня остается 3 петельки из которых я 2 провязываю лицевыми и в конце ряда перед кромочной я опять же добавляю одну петлю с крещенной петлей то есть вот таким вот образом кромочная изнаночная то есть вот так вот у меня все это получается чуть позже будет немножко полегче ориентироваться то есть когда уже будет виден рисунок но сейчас на данный момент у нас идет увеличение вот этого краешка для того чтобы здесь потом получился вот такой вот треугольный край и так далее вижу четвертый ряд провязываю первые три петли лицевыми 3 лицевые далее у меня по рисунку опять же идут 2 лицевые петли таким вот образом следующие 2 провязываю 2 вместе изнаночной накид 2 изнаночных 2 лицевые то есть это вот я этих 2 лицевые каждый раз буду вязать по рисунку как у меня выглядит далее опять же 2 лицевые провязываю следующие 2 петли должна провязать 2 вместе изнаночные но предварительно я меняю их местами этих 2 петельки таким вот образом и провязываю 2 вместе изнаночной накид 3 лицевые петли следующие 2 лицевые петли 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночных 2 лицевые и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит это я провязала 4 ряд узора далее я вяжу пятый ряд на схеме это вот он у меня будет обозначен вот он пятый ряд вижу его следующим образом я снимаю 1 кромочную петлю 2 изнаночных петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево таким вот образом накид 2 лицевые петли так вот 2 изнаночные петли далее у меня по рисунку идут 4 лицевые петли 4 лицевые накид 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево таким вот образом 1 лицевая 2 изнаночных 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые 2 изнаночные до конца работы у меня остается 3 буквально петельки и 1 кромочная то есть я провязываю 3 следующие петли лицевыми добавляю одну петлю скрещенной петлей вот она и изнаночная кромочная то есть вот таким вот образом у меня выглядит это я провязала 5 ряд узора далее поворачиваю работу и вижу следующий шестой ряд я снимаю кромочную петлю первые четыре петельки я провязываю все петли лицевые вот 4 лицевые петли далее следующие 2 также провязываю лицевыми следующие 2 петли провязываю 2 вместе изнаночной 1 накид 2 изнаночных 2 лицевые следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе изнаночной для чего я меняю их местами таким вот образом поменяла и провязываю их 2 вместе изнаночной за счет того что я каждый раз в изнаночном ряду эти две петельки меняем местами то есть с лицевой стороны вот если вы обратите внимание получается вот такая вот красивая вот здесь вот косичка таким вот образом если вы не будете менять этих 2 петли местами то у вас так не получится далее я делаю 1 накид и провязываю 5 лицевых петель 5 лицевых петель провязала далее по рисунку у меня это 2 лицевые петли следующие 2 петли провязываю 2 вместе изнаночные таким вот образом накид 2 изнаночных 2 лицевые петли и кромочная изнаночная таким вот образом у меня все это выглядит это я провязала 6 ряд узора далее поворачиваю работу и вижу седьмой ряд то есть вот он у меня здесь на схеме вижу следующим образом я снимаю первую кромочную петлю провязываю 2 изнаночных 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые то есть вот этот вот первый вот этот вот узор и этот резон узор я так думаю что вы поняли что он вяжется одинаково практически то есть раппорт вот этого узора с дырочками он буквально два ряда далее по рисунку я провязываю 2 изнаночные петли после чего я провязываю 5 лицевых петель 5 лицевых петель я провязала и далее вот этих вот две следующие петли я должна провязать 2 вместе лицевой единственно теперь уже с наклоном вправо для чего я поворачиваю вот таким вот образом этих 2 петельки провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо и делаю 1 накид 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные далее до конца ряда у меня уже получается и должна провязать 4 лицевые петли добавляю одну петельку скрещенной петлей таким вот образом кромочная изнаночная то есть вот у меня получается я это я провязала 7 ряд узора далее я поворачиваю работу и вижу 8 ряд то есть я снимаю кромочную петлю далее провязываю 5 лицевых петель 5 лицевых петель 2 лицевые петли по рисунку я их провязываю 2 следующие провязываю вместе изнаночные делаю 1 накид проверяю провязываю 2 изнаночных таким вот образом 2 лицевые петли далее накид предыдущего ряда я провязываю лицевой 1 накид делаю и следующие 2 петли провязываю 2 вместе изнаночной то есть вот таким вот образом и вместе изнаночные провязала 4 лицевые петли 2 лицевые петли по рисунку я провязываю 2 следующие петли провязываю 2 вместе изнаночной делаю 1 накид 2 изнаночные 2 изнаночных провязываю 2 лицевые и кромочная изнаночная вот таким вот образом у меня это выглядит я провязала 8 ряд после чего я вижу уже 9 ряд то есть лицевой стороны у меня все выглядит вот таким вот образом то есть как видите рисуночек начинает потихоньку уже быть виден хотя бы немножечко с одной стороны у меня идет увеличение количества петель далее я вижу получается 9 ряд я снимаю первую кромочную петлю провязываю 2 изнаночных петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид делаю 2 лицевые 2 изнаночные петли таким вот образом далее я провязываю 3 лицевые петли следующие 2 петли провязываю 2 вместе лицевой но предварительно я поворачиваю как бы вот эти вот петельки чтобы они у меня вот таким вот образом были и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо то есть вот видите эти все петельки они должны быть провязаны вот таким вот образом чтобы красиво все выглядело делаю 1 накид 2 лицевые провязываю 2 изнаночные 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли до конца ряда у меня получается 5 лицевых петель уже 5 лицевых петель и я добавляю плюс еще одну петельку скрещенной петлей кромочная изнаночная то есть здесь максимальное количество лицевых петель у меня должно быть 6 петель то есть больше я прибавление делать не буду далее поворачиваю работу и вижу уже получается 10 ряд я снимаю кромочную петлю далее у меня идет 6 лицевых петель 6 лицевых петель далее 2 лицевые петли по рисунку 2 вместе изнаночной накид 2 изнаночных так вот 2 лицевые петли 3 лицевые петли накид 2 вместе провязываю изнаночной таким вот образом 2 лицевые петли далее 2 лицевые петли по рисунку то есть здесь они так и будут провязываться 2 вместе провязываю изнаночной 1 накид 2 изнаночных петли таким вот образом 2 лицевые петли и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня получается это я провязала 10 ряд узора скоро уже получается мы с вами про вяжем половину ровно узором то есть для этого еще мне необходимо провязать 2 ряда то есть далее я вижу 11 ряд я снимаю первую кромочную петлю провязываю 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли 1 лицевая петля и далее следующие две петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо предварительно повернув петли то есть вот 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 4 лицевые петли таким вот образом 2 изнаночных 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые 2 изнаночные петли и далее у меня получается до конца ряда провязываю 6 лицевых петель в этом ряду я уже не делают дополнений никаких добавочных петель я не провязываю то есть вот 6 лицевых петель и кромочная изнаночная то есть вот далее я вяжу 12 ряд поворачиваю работу снимаю кромочную петлю 6 лицевых петель 6 2 лицевые петли по рисунку которые у меня идут 2 вместе провязываю изнаночный накид 2 изнаночных таким вот образом 2 лицевые петли далее я провязываю 5 лицевых петель 5 лицевых петель накид 2 вместе изнаночной так вот 2 лицевые петли 2 вместе изнаночной 1 накид 2 изнаночных 2 лицевых кромочная изнаночная и так вот я получается провязала 12 ряд и это ровно половина раппорта узора все таким вот образом у меня это все выглядит с этой стороны максимальное количество петель до кромочной петли это получается вот 6 петель и со следующего ряда это получается с 13 ряда я буду делать уже с этой стороны постепенные убавления и так далее я вижу получается 13 ряд следующим образом я снимаю первую кромочную петлю 2 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые 2 изнаночные так вот все это выглядит 1 накид и следующие 2 я должна провязывать провязать петли лицевой с наклоном влево предварительно я поворачиваю вот таким вот образом петельки и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево эти петельки они должны быть вот таким вот образом должны выглядеть чтоб красиво у вас был получился узор далее у меня идет 5 лицевых петель 5 лицевых 2 изнаночные 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые 2 изнаночные далее я провязываю 4 лицевых петли 4 лицевые петли и следующие две петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо то есть вот таким вот образом я это делаю провязала 2 вместе лицевой с наклоном право и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня выглядит все это провязала 13 ряд далее я вижу следующий 14 ряд то есть я снимаю первую кромочную петлю после чего я провязываю 5 лицевых петель 5 лицевых 2 лицевые петли по рисунку 2 вместе провязываю изнаночной 1 накид 2 изнаночных вот таким вот образом 2 лицевые петли далее у меня получается я должна провязать 4 лицевые петли вот 4 лицевые петли и следующие две петли должна провязать 2 вместе изнаночной предварительно поменяв их местами таким вот образом провязываю их 2 вместе изнаночной накид 1 лицевая то есть это я накид предыдущего ряда лицевой провязываю 2 лицевые по рисунку следующие 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночных 2 лицевые кромочная изнаночная вот таким вот образом у меня все выглядит это я провязала 14 ряд и далее я вижу 15 ряд то есть вот уже виден рисунок хорошо его видно то есть уже более-менее можно ориентироваться где что и как необходимо вязать и так далее я снимаю первую кромочную петлю напоминаю я вижу 15 ряд узора 2 изнаночных провязываю 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли 2 лицевые петли накид 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево предварительно повернув эти петельки то есть вот так вот чтобы они у меня выглядели чтобы узор был красивым то есть вот 2 вместе провязала лицевой с наклоном влево 3 лицевые петли 2 изнаночные петли таким вот образом 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые петли таким образом 2 изнаночные петли и далее вот у меня получается краешек опять работы я провязываю 3 лицевые петли следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот образом кромочная изнаночная то есть вот так вот у меня все это выглядит это я провязала 15 ряд узора если вам удобнее будет то есть вы перед выполнением этой работы можете распечатать себе схему и по ней соответственно работать то есть смотреть как я показываю и заодно смотреть на схему и так далее я вижу 16 ряд я снимаю первую кромочную петлю провязываю 4 лицевые петли 4 лицевые петли следующие 2 провязываю лицевые петли по рисунку 2 вместе провязываю и изнаночный накид 2 изнаночных 2 лицевых петли по рисунку таким вот образом далее я провязываю 2 лицевые петли и следующие 2 петельки я должна провязать 2 вместе изнаночной предварительно я меняю этих 2 петли местами то есть вот таким вот образом я делаю и провязываю 2 вместе изнаночной накид 3 лицевые петли 2 лицевые петли 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночные петли 2 лицевые петли и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит 16 ряд я провязала далее я вижу 17 ряд то есть вот так вот с лицевой стороны все это выглядит и так 17 ряд мы вяжем снимаю кромочную петлю 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли далее у рисунку идут 4 лицевые петли 4 лицевые петли накид 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево предварительно повернув этих 2 петельки 1 лицевая петля 2 изнаночные петли таким вот образом 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые петли 2 изнаночные далее провязываю 2 лицевые петли и вот последних предпоследние так сказать две петельки я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо таким вот образом кромочная изнаночная так вот я провязала 17 ряд выглядит все вот таким вот образом далее я вижу весна 18 ряд то есть я снимаю первую кромочную петлю 3 лицевые петли 3 2 лицевые 2 вместе провязываю изнаночные накид 2 изнаночные петли 2 лицевые следующие 2 петли я сразу должна провязать 2 вместе изнаночной то есть предварительно я их меня местами 2 вместе провязываю изнаночный накид 5 лицевых петель таким вот образом 2 лицевые петли по рисунку 2 вместе изнаночной 1 накид 2 изнаночных 2 лицевые петли кромочные петли кромочные изнаночные таким вот образом у меня все это выглядит это я провязала 18 ряд узора и далее я вижу 19 ряд следующим образом снимаю первую кромочную петлю 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли далее у меня идет 5 лицевых петель 5 лицевых петель и следующие 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево предварительно повернув этих 2 петельки то есть вот их повернула 2 вместе провязываю лицевой со с наклоном вправо 1 накид 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли далее провязываю 1 уже лицевую петлю 2 следующие петли провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо кромочная изнаночная все таким вот образом далее вяжу следующий ряд это у уже двадцатый ряд снимаю первую кромочную петлю 2 лицевые петли следующие также 2 лицевые петли по рисунку у меня идут 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночных 2 лицевые петли следующие тоже предыдущие накид я провязываю лицевой петлю накид 2 вместе изнаночной провязываю далее 4 лицевые петли 4 2 лицевые петли по рисунку 2 вместе провязываю изнаночный накид 2 изнаночных 2 лицевые петли кромочная изнаночная таким вот образом у меня все выглядит далее нам остается буквально провязать 4 ряда и закончится один раппорт узора так далее я вижу 21 ряд я снимаю первую кромочную петлю 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли 2 лицевые петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево 1 накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли и сразу вот у меня остается здесь буквально 2 петельки которые я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо и кромочную изнаночную провязываем то есть вот так вот у меня выглядят это я провязала двадцать первый ряд узора далее вяжу двадцать второй ряд я снимаю первую кромочную петлю то есть провязываю одну лицевую петельку далее 2 лицевые петли провязываю по рисунку 2 вместе провязываю изнаночный накид 2 изнаночных таким вот образом 2 лицевые по рисунку провязываем далее 3 лицевые петли вот они у меня 3 лицевые накид 2 вместе провязываю изнаночной таким вот образом 2 лицевые петли далее 2 лицевые петли по рисунку 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночных петли 2 лицевые петли и кромочная изнаночная то есть вот это я провязала двадцать второй ряд узора и далее у меня остается буквально два ряда чтобы закончить раппорт узором то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит я снимаю первую кромочную петлю провязываю 2 изнаночных петли 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли далее 1 лицевая петля 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо предварительно повернув этих 2 петельки вот так вот накид 4 лицевые петли 4 лицевые петли 2 изнаночных 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево накид 2 лицевые петли 2 изнаночные петли ну вот у меня остается буквально 2 петельки из которых я одну провязываю лицевой петли и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня выглядит это я провязала двадцать третий ряд узора поворачиваю работу и вижу следующий двадцать четвертый ряд уже последние то есть я кромочную петлю снимаю 1 лицевая следующие 2 также лицевые я провязываю 2 вместе провязываю изнаночной накид 2 изнаночных 2 лицевые петли далее у меня идут уже 5 лицевых петель 5 лицевых петель накид 2 вместе провязываю изнаночной 2 лицевые петли 2 вместе я провязываю изнаночной накид 2 изнаночных петли 2 лицевых петли и кромочная изнаночная то есть вот таким вот образом у меня выглядит это 4 24 ряд я провязала и вот таким вот образом у меня выглядит это все с лицевой стороны и так это ровно один раппорт узора мы провязали то есть далее повторяется узору начиная с первого ряда то есть вот здесь вот на схеме он будет показан вот начиная с первого вот этого вот ряда опять идет повтор данного узора то есть узор красивые интересные не могу сказать что он прям вот очень и очень сложный на мой взгляд все таки есть некоторые японские узоры которые намного более сложные чем этот узор но нужно понять его смысл почему я и говорила что лучше все-таки посмотреть видео мк потому что по схеме можно не особо так с первого раза разобраться но тем не менее я постаралась максимально подробно вам здесь все нарисовать также я написала условные обозначения что как обозначаю что как означает на этой схеме ну плюс дополнительно показала так как есть нюансы именно в вязание этого узора но тем не менее результат на мой взгляд очень интересные красивые я так думаю что у меня тоже с ветерок женский должен получиться достаточно интересные красивые но при этом конечно же не забываем что после вывязывания узора его желательно с изнаночной стороны совсем аккуратненько отпарить для того чтобы он выглядел красиво то есть вот у меня например вот этот вот вариант это уже отпаренный поэтому вот полотно более такой вот ровненькая получилось очень надеюсь что вам понравился этот видео мк что он был для вас полезен поэтому кому понравилось видео обязательно ставим лайк делимся данным видео со своими друзьями вдруг кто-то у вас также умеет и любит заниматься рукоделием не забываем подписываться на мой канал чтобы не пропускать дальнейшем интересные полезные информации также в конце этого видео я покажу фото других своих работ на которые вы сможете найти бесплатное видео мк на моем канале ну и не забываем что скоро я планирую выложить видео мк именно готового изделия с использованием вот именно этого узора и так до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok